Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой небольшой обзор я хотел бы посвятить такому нужному и полезному, но часто отсутствующему аксессуару в машине с пятой дверью, а именно шторка или ролет в багажном отсеке. Свой Jeep Patriot я приобрел без этой детали и мне очень ее не хватало, так как хотя стекло на задней двери и затемнено, но все-таки оставлять в багажнике что-то в нынешнее трудное время опасно. И скорее будет жалко не того, что украдут, а то, что из-за этого разобьют стекло. Шторку я заказывал на сайте объявлений OLX и покупал ее наложенным платежом. По цене вышло около 90 долларов с доставкой. Шторка скорее всего не оригинальная, так как каких-то опознавательных знаков американского рынка не нашел, но внешне новая и под цвет серой обшивки салона. Для установки данной шторки на боковых стенках багажного отсека с двух сторон на пластиковой обшивке имеются специальные прямоугольные выемки. Причем с каждой стороны их по две для разных вариантов установки этой шторки, как максимально близко к сидениям, так и чуть дальше. Сама шторка устанавливается в распор между двумя боковыми стенками, используя встроенный в нее пружинный механизм. Процесс установки довольно простой и выглядит следующим образом. Ничего сложного в этом нет. Главное не переусердствовать и не поцарапать обшивку. Пружинный механизм довольно тугой, и если с одной стороны достаточно просто вставить направляющие шторки в выемку, то с обратной стороны нужно уже усилие, чтобы ее туда защелкнуть. Если по каким-то причинам нужно эту шторку обратно снять, например для перевозки крупногабаритного груза в салоне, то делается это в обратном порядке. Пружинный механизм нужно сжать и вынуть из выемки боковой стенки багажного отсека. Делается это с некоторым усилием, так как шторка в выемке сидит довольно плотно и надежно. После установки легким движением руки шторка вытягивается из рулона и своими боковыми втулками вставляется в другие фиксирующие направляющие на боковых стенках багажного отсека. Для ее обратного складывания шторку нужно потянуть на себя, вынуть из направляющих и обратно заправить в барабан. Всем спасибо за просмотр этого видео, надеюсь данная мини инструкция оказалась полезной. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok